Друзья, всем добрый день. Ну что, предлагаю вам подписаться на мой телеграм-канал, друзья. Ссылка сейчас будет вот здесь. Также ссылка будет под первым комментарием. Вы сейчас будете писать комментарий. И там будет ссылка моего телеграм-канала, друзья. Переходите, кликайте. Еще раз говорю, я там вам сам лично отвечаю. И более того, иногда даже записываю голосовые сообщения. Поэтому, если хотите со мной общаться в живом диалоге, пожалуйста, в телеграм-канал, переходите и будем с вами дальше общаться. Друзья, сегодня хочу поговорить о экс-зам-министре Тимуре Ивановне. Вы помните, да, что Тимур Иванов у нас бывший замминистра обороны, арестован. Ему меняют хищение миллиардов. И вот небольшая сводочка есть. Я вам сейчас зачитаю, что конкретно с ним в ближайшее время будет происходить. Дворцы и деньги Тимура Иванова заберут в казну, друзья. О чем я вам и говорил еще, когда только его задержали. Мне некоторые здесь писали, что говорили, что Виталий, никто его там не будет держать, его отпустят. Да никто его не отпустит, друзья. Его не для этого задержат, чтобы отпускать. Дальше. Среди прочего, речь идет о старинном особняке в центре Москвы. У метро Кропотнинская. Имени на берегу, а еще имени на берегу, Волгин, в целом парк иномарок и десятки миллионов рублей, принадлежащих замминистра. По данному следствию Тимур Иванов с 12-го года, являющий владельцем ООО «Дворянское гнездо», на которое зарегистрировал трехэтажный особняк в чистом переулке, известный как главный дом усадьбы княгини Софии Волконской, относящаясь к памятнику архитектуры. Несмотря на арест, усадьбы, на сайтах агентства недвижимости есть объявление об аренде или покупке особняка, чисто 4. Общей площадью, общей площадью, тысячи квадратных метров почти за полтора миллиарда рублей. Ну, так просто замминистровал, да, вот раз там за полтора миллиарда рублей особняк, ну, при зарплате, там, не знаю, там, 500 тысяч, там, или там, миллион, даже пускай будет 2 миллиона у него зарплата. Ну, просто так вот, да. Мини Иванова представляет собой участок земли на Вологе Тверской области с домовой площадью свыше 2,5 тысячи квадратных метров и бани 4 тысячи квадратных метров. Все это экс-замминистр обороны зарегистрировал четыре года назад на ООО «Волжский берег». Ну, честно сказать, предприниматель. Здесь у него дворянское гнездо, а здесь «Волжский берег». Ну, сам настоящий предприниматель, все хотели. Значит, зарегистрировал всю эту историю, как бы, на своего друга, коллегу, коллеги Сергея Бородина, мой однофамильный, кстати, который проходит по одному делу с Ивановым. Кроме того, на счетах Иванова, укурирующего в Миноборонную работу военного строительного комплекса и аффилированных с ним лиц, заморозили десятки миллионов рублей. То есть, у самого Тимура Иванова заморозили на его счетах десятки, друзья, вдумайте цифры. Миллионов рублей. Вот вопрос. Откуда у этого человека, который, по сути, должен работать на заработную плату, на счетах десятки миллионов рублей? Вы просто даже задумайтесь. Мне кажется, все понятно и все ясно. И дурако, может быть, здесь все понятно. Арестован большой парк дорогих автомобилей. Мы там говорили, Ройс-Ройс там и там много-много что. По версии следствия, за выгодный гособоронзаказ с компанией, принадлежащей частным лицам, безвозмездно строили и арестовали принадлежащие Иваново дворцы. Сумму, получив в виде строительных работ взяток, следствие оценивает более чем один миллиард рублей. Расследование этого дела продолжает, друзья. Другое уголовное дело, растратие в особо крупном размере на общую сумму более 4 миллиарда рублей. До этого мы говорили, там сумма была 3 миллиарда рублей. Но уже 4 суммы 100 миллиардов рублей. Банки интеркоменс, выделенных в том числе на закупку паромов для транспортного сообщения с Крымом, уже закончены. Предполагаемый сообщник Иванов, у него бывший гендиректор подведомственного Минобороны ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов. Не знаю, про него говорить ничего не буду, потому что его не знают. Фигуранты обоих расследования, свою вину категорически, фигуранты обоих, фигуранты, я имею в виду и Иванов, и вот этот вот Филатов, свою вину категорически отрицают, друзья. То есть они как бы, ну, они думают, что они такие все белые, пушистые, порядочные, что все нехорошо, что на расстройстве можно ездить в Минобороны, летать на частном самолете, жена бриллианты в крокодиле. То есть для него это нормально. Когда у некоторых генералов, бестеребренный, которых поувольняли, я лично знаю, у которого там одного знают, нашли дачу 100 метров, незадекларированную, на которой он там копил всю жизнь, с участком 6 соток земли, его выгнали, понимаете? Поэтому Иванов, красавчик, молодец! Я смотрю здесь, да, вот, в принципе, я так понимаю, что старый руководство Минобороны его полностью устраивал, друзья, как я сейчас понимаю. То есть все было хорошо, претензий к нему не было никаких. Ну, слушайте, фигуранты вину категорически не признают, какого приговора в смерти консервации имущества это же ждать. Ну, что тут можно ждать, друзья? Тут можно ждать что? То, что заберут в пользу государства все это имущество, и на этом все закончится. Вот и все. О чем я и говорил, что ситуация такая, плащенная, что никто Тимура Иванова отпускать не будет просто так. Не для этого его задерживали. Потому что санкции получить на, для меня называть его силовиком, конечно, это будет какой-то, я не знаю, для него это престижно, статусно, но я бы назвал предпринимательным. Для меня он не силовик, в первую очередь. Он попал туда случайно в Министерство обороны, и на него просто надели погоны, он гражданский. Поэтому на этого гражданского, назовем так, получили санкции для его задержания. Эти санкции были, я так понимаю, согласованы с первыми лицами. И еще раз говорю, не для того эти санкции получали наши спецслужбы, для того, чтобы этого товарища отпустить, друзья. Ну, я не знаю, о чем там думает Иванов, о чем он там вообще думает. Да, он думает, наверное, что если он будет молчать, ничего не говорит, и на этом все закончится, и его прям сказали сюда, отпустили, и он пойдет домой. Да нет. Жена уже убежала, я знаю, ее нет в России. Даже, по-моему, развелась нет. Которая была поймана с Мелазы, где-то там они катались на лыжах в другой стране, и с женой Мелазы. Вот она, понимаете, вот люди чем занимаются. Ну, слушайте, какие новые территории? Тут медали вешали целыми днями ему. Вот я посмотрел, его медали там принесли в суд. Такое ощущение, что вот целыми днями ему медали вешали, 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 а жена ездила, тратила деньги, деньги, деньги. А у Иванова там на счету там десятки миллионов рублей, ройс-ройсы, бриллианты. Все хорошо, друзья. Только вот на новых территориях-то ребята-то к нам обращаются, чтобы мы им помогали. Вот мы сейчас купили две машины, повезем. Сейчас они, вот эта машина приезжает, на них приедут сюда, их приведут в другой город. Мы закупили две машины, сейчас повезем им надарить лично. Мы-то все равно это помогаем. Мы-то здесь как-то пытаемся помочь, одеваем, обуваем. У Иванова все хорошо, все отлично. Самое главное, чтобы у Иванова все было хорошо, а вот как дальше там на фронте, никого не интересует. Друзья, подписывайтесь на мой канал-канал, ссылка под первым комментарием. Заходите сюда, кликайте, переходите ко мне в телеграм, и будем эту тему обсуждать. Как-то так. У кого-то все хорошо, кто-то всей страной напрягается, чтобы то, что сегодня происходит на новых территориях, победить это зло. Субтитры создавал DimaTorzok